После года, проведенного в госпитале университета в Анталии, он теперь учится жить по-новому. Раньше от меня шарахались, а теперь вот даже внимания не обращают. Необычно. Туран Чалак немного скромничает. Его знает не только вся Турция, но и весь мир. Это первый человек, который теперь ходит с чужим лицом. Ему первым на планете сделали не частичную, а полную пересадку лица. Да, мне полностью пересадили лицо другого человека. Вот шрам идет сверху, уши, подбородок. Вот только глаза еще не прижились. Я их закрываю темными очками. Обед в студенческой столовой. Мы думали, у Турана специальное меню. Но нет, он заказывает то же, что и мы. Раньше я только пюре мог есть, а теперь я жую, и лицо шевелится. Знаменитые кадры из фильма «Без лица», снятые чуть более 10 лет назад, казались фантастикой. Лицо федерального агента меняют на лицо преступника. Простота в нереальности. Никто не верил, что такое станет обыденным делом. Взять и поменять лицо. До чего дошел прогресс. Ровно год назад по коридору больницы идет тот самый Туран Чалак. Да-да, это именно он. Сейчас он стал вот таким. А до этого он выглядел вот так. И это кадры его интервью перед операцией. Он рассказывает, почему решился на такой шаг. Да, от меня дети шарахаются. Я же урод. Они мне так и кричат вслед. Я всю жизнь скрывался. Закрывал лицо шарфами. Я знаю, врачи сказали, риск велик. Я могу умереть. Но лучше умереть, чем так жить, как сейчас. Это была детская травма, рассказывает Туран. Когда ему было три года, он играл и случайно упал на печку. Выгорело все лицо. Пластические хирурги оказались бессильны. Чтобы попасть к нему на прием, нужно записаться за полгода. Он самый известный хирург в Турции. Ими Рускан. Так, с какими проблемами вы ко мне пришли? Именно он делал операцию Турану. Нам очень повезло. Он принимает нас у себя в офисе. Согласился в интервью рассказать об операции. Ведь до этого отказывался. Боялся склазить. Только теперь, год спустя, я могу сказать. Операция прошла успешно. Лицо прижилось. Это большой прорыв для турецкой медицины. Наша четвертая подобная операция. Но первая, когда мы пересадили полностью лицо. В 2005 году это была сенсация. Во Франции произведена первая в мире успешная операция по пересадке лица. Правда, только частичная. Изабель Денуар трансплантировали подбородок и нос. Труднее всего было выходить на улицу. Люди меня узнавали. Это было непросто. Врачи говорят, процесс реабилитации может продлиться очень долго. И всю жизнь нужно принимать лекарства. Всего в мире сделаны 24 подобные операции. 22 из них успешные. Год назад за историей Турана следила вся Турция чуть ли не в прямом эфире. Вот хирург Эмир лично доставляет в госпиталь лицо донора. Найти лицо донора это было самое сложное. Одно дело почка или печень. Но тут лицо. Это как забрать личность умершего. Немногие родственники согласятся хоронить близкого без лица. И в отличие от другого органа, лицо должно подходить по очень многим параметрам. Не только всем известным. Группа крови, совместимость. Лицо донора тщательно измеряют. Должны совпасть расстояния от уха до уха, от подбородка до лба и между глаз. И еще важный критерий. Цвет кожи тоже должен совпасть. Операция длилась 36 часов, но готовились к ней 7 лет. Важно соединить каждый нерв, каждый сосуд, чтобы лицо было функциональным. Чтобы оно не превратилось в неподвижную маску. И вот он, ответственный момент. Пациент впервые видит себя в зеркало. Туркану 35 лет, а пересадили ему лицо 19-летнего, погибшего в автокатастрофе. По понятным причинам, мимика лица не могла передать все те эмоции, которые он испытывал в тот момент. От радости я был готов выпрыгнуть из самого себя. Впервые на меня смотрел молодой человек, а не старый уродец. И при этом это был я. В тот момент я читал молитву Аллаху. Развитие новых технологий в медицине, новые лекарственные препараты. Все это позволило сделать такие операции реальностью, говорит нам хирург и мир. Раньше была проблема отторжения органа. Но теперь, благодаря успехам и фармакологии, такая проблема ушла на второй план. И действительно трансплантологи всего мира репортуют об успешных, уникальных операциях. Фантастика стала реальностью. Пересаживать не только лицо, но и конечности. Вот в Германии фермеру пересадили руки чужого человека. И они не просто прижились, но и, как видно на кадрах, функционируют. Мы надеемся, что в будущем руки будут хорошо функционировать, обе руки. Такие же операции уже проводят в Америке, Китае, Испании. Стоят дорого, от 100 до 300 тысяч долларов. Но государство тратится на эксперименты. За этим видят будущее. А это главный центр трансплантологии в России. Об успехах своих зарубежных коллег здесь наслышано. Профессор Сергей Гатя говорит, финансовые и технические возможности есть и у нас в стране. Но проблема в другом. Дело в том, что трансплантация – это такая область медицины, которая зависит от общества во всем. Главное препятствие развития отечественной трансплантологии – нехватка донорских органов. Родственники против. Мой родственник, скажем, умер. Для меня это огромное горе. И больше меня ничего не волнует. И от того, что я скажу, что я против изъятия органов у моего родственника, когда человек это говорит или пишет, он не задумывается о том, что он обрекает на смерть. Ну, человек пять примерно, которых он бы мог спасти своим решением. Вот профессор показывает нам пациентов. Спасенные жизни. Им повезло. Вовремя нашли донора. Кому печень, кому почки, кому сердце. Но найти донора не внутренних органов, а внешних, то есть конечностей или лица, в России невозможно. Не то, что в Испании, говорит профессор, где трансплантология занимает лидирующие позиции в мире. И все благодаря не только развитию медицины, но и общественному мнению. Привет, Хуан, как твои дела? В маленьком испанском городе Лидо нас принимает в гостях Жан. В 19 лет он получил ожог на химическом производстве. Обгорело 90% кожи. Врачи думали, он не выживет. Тот, кто на мониторе и перед вами, это один и тот же человек. Мне сделали пересадку кожи. Я превратился в монстра. Жан долгое время боялся выходить на улицу. Но теперь он ездит по стране, читает лекции. Объясняет всем, он выжил благодаря помощи донора. Я объясняю, каждый может оказаться в беде. И мы должны помогать друг другу. Должны дать пусть незнакомому нам человеку шанс жить. В Испании каждый седьмой завещал свои органы, чтобы помочь больным. Эту инициативу поддерживает и католическая церковь. Вместе с Турканом мы приезжаем в его родное село. Где-то в горах Турции, далеко от туристических мест. Встретить его собрались все родственники. Но встречает как-то прохладно. И даже не по мусульманскому обычаю. Это потом мы поймем, почему. Нам трудно привыкнуть, как мы тут шутим. Не можем признать в нем нашего любимого уродца. Но мы стараемся. Превратившись из 35-летнего в 19-летнего, Туркан мечтает жениться, завести семью. В силе рядом с мечетью построить воскресную школу. Чужое лицо, но не чужая жизнь. И прожить ее надо достойно, говорит он. Возможно, именно для этого кто-то дал ему второй шанс. Сергей Митрофанов, Екатерина Шахова, Александр Насадный и Павел Хадько. Программа неделя РЕН-ТВ. Шарки, Конди, Энжи и Дон. Это все известные, часто употребляемые прозвища европейских и американских политиков. Даже если эти политики на эти прозвища обижаются, мы этого, скорее всего, так и не узнаем. Там этого избирателям не сообщают. У России и тут собственный путь. Несколько последних дней интернет кажется только и занят, что обсуждением фразы «он вам не Димон». Так пресс-секретарь, премьер-министр Наталья Тимакова хотела урезонить блогеров, чтобы они не фамильярничали, говоря о бывшем президенте. Вот она, это теперь крылатая фраза.